Небывалый холод напугал даже верующих. В городской мечети сегодня ни одного прихожанина. И еще бы температура в помещении не выше, чем на улице. В поселке Тельмана, как и во многих других районах Шимкента, давление голубого топлива настолько низкое, что едва хватает на газовую горелку. Не говоря уже о том, чтобы обогреть жилище. В мечеть пришел, там такой холод, намаз прочитать не можем нормально. Тарифы на коммунальные услуги растут, газ дорожает, а в пик морозов сидим в холоде. Все как будто заснули, каждый год одно и то же. За что вообще зарплату контролирующие органы получают, непонятно. Но неужели так трудно обеспечить население элементарным в 21-м-то веке? Газ сейчас сгорит, но давление среднее. В три часа давление газа пропадает. Здесь отопительные трубы расположены под полом. Люди приходят, но на холоде сидеть не могут. Аламжан Надиров в местной мечети следит за температурой в помещении. Как признается мужчина, с таким давлением газа остается только уповать на Бога. С наступлением холодов газ очень слабый, отапливать мечеть невозможно. Здесь невыносимый холод. Что делать? Когда все это безобразие закончится? Если до сегодняшнего дня проблема с отсутствием голубого топлива или слабым давлением ощущалась только на окраине города, то теперь дефицит газа почувствовали жители центральной части. Так, давление газа упало и в здании нашего медиахолдинга. Сотрудники были вынуждены работать в верхней одежде, согреваясь горячим чаем. «Котел работает только на газе, а давления нет со вчерашнего вечера. Не знаю, что делать. Боюсь, как бы отопительные трубы не лопнули от морозов». Ситуация с давлением газа нормализовалась в центральной части города только после обеда. Но от этого звонков в редакцию от отчаявшихся замерзших горожан меньше не стало. В самые морозные ночи этой зимы без газа остались и жители поселка Кайтпас. Горожанам пришлось экстренно переходить с природного газа, рискуя своими жизнями пользоваться небезопасными газовыми баллонами и электрическими обогревателями. Как заявили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в городском Акимате, вопрос по поставке газа нужно решать на государственном уровне. В соседней республике Узбекистан в южный регион нашей страны экспортируется 280 тысяч кубических метров газа. Однако в последние дни эта цифра отпустилась до отметки 120 тысяч кубических метров. Как заявили в газовом хозяйстве, снижение поставки голубого топлива послужили сильные морозы, которые обрушились на соседний Узбекистан. По газоснабжению населённых пунктов в данный момент у нас имеется ряд проблем. Это по микрорайону Кайтпас, Академгородок, район Хамза, Клара Цеткина. И к утру у нас было произведено отключение автоматической ШРП, это порядка двух тысяч абонентов. К вечеру в данный момент мне сообщают, что осталось порядком 210 абонентов, остальные все абоненты подключены. Чтобы снабдить Южный регион голубым топливом, используется газ в Международной газовой магистрали, а также с сетей Сарагаш-Полторацкая. В четверг вечером в Шимкенте состоится селекторное совещание, после которого ситуация с газом возможно проясниться.